Пётр спрашивает, как упросить Творца быть милосердным? Хватит уже крови. Чего он хочет от нас? Он хочет, чтобы вы были похожими на Него. То есть, во-первых, осознали, что Он единственный, который командует всем, что всё зависит только от Него. От Творца. От Творца. Чтобы обращались только к Нему, к Творцу. И если вы хотите обратиться к Нему, вы должны быть вместе. Вместе. С самыми ненавистными противниками. Какие бы ни были. Если ты не можешь подойти к чужому человеку, к другому человеку, и обнять его, и обратиться к Творцу. Того, кого ты ненавидишь. Да. Ты должен начинать это издалека. Но постепенно, постепенно, с намерением приблизиться, обнять и обратиться к Творцу. То есть, задача должна быть такая. Я должен приблизиться к тому, кого я ненавижу. Больше всего на свете. Без этого Творец тебя не услышит. Обняться с ним и обратиться к Творцу. Да. Творец стоит после твоего ненавистника. Врага за ним. Если ты хочешь обратиться к Творцу, ты должен пробить каким-то образом своего врага. Своим отношением. Пробить сердце его выявить. Сначала он должен пробить свое сердце, похоже. Да? Чтобы приблизиться к врагу. Ну, это невыносимые условия. Так, прямо скажем. Это невыносимые условия. Ну, значит, будем умирать. Из века в век. Ну, вы считаете, это основное условие, да? Да. Да. Оно должно стать таким, что я обязан видеть во всех моих любимых людей. Более того, частичек Творца, его посыльных представителей, если я таким образом буду относиться вообще ко всему меня окружающему, то я вдруг увижу, что Творец облачен в них. Он находится в них, наполняет их. И вообще это все он. Все. Вот я слышу вас. Не я, а зритель наш слышит вас. И у него все переворачивается внутри. Он говорит, ну, это не просто невозможно, это просто, ну, вообще. Вот что ему делать вот такому? Он говорит, перевернуться. Это надо. Перевернуться. Перевернуться, а вот здесь, вот скажите, когда вы сказали перевернуться, здесь я тоже должен просить Творца. Дай мне возможность перевернуться. Конечно. Конечно. А кто я такой? Какая-то эгоистическая частичка маленькая, которая ни на что не способна. То есть я способен только, если я обращаюсь к Творцу, что я хочу перевернуться и приблизиться к моему врагу, да, и обнять его, и с ним вместе поднять молитву. Я прошу Творца, чтобы он позволил мне это сделать, чтобы показал, научил, подтолкнул. И чтобы мой противник так же захотел такого же, согласился бы со мной. Потому что я вижу и себя, и противника, как действие Творца. Что Творец вот так вот нас наставляет друг на друга, сталкивает рогами друг с другом. Натравливает, скажем, натравливает, да, конечно. И поэтому я прошу Творца, чтобы он нас сблизил, раскрыл объятия вместо кулаков. И так постепенно, чтобы мы проявили свою любовь друг к другу, вплоть до любви. Ну, если бы вас услышал мир, то... Если люди захотят, в этом проблема. А Творец, он готов на это. Если люди захотят. А захотят, это зависит от страданий, которые они ощущают. Чаша переполняется, конечно. Мы не представляем, насколько эгоистическая чаша непереполнима. Ой, вообще, вообще, до чего же довести что-то? Сколько ты в нее можешь наливать горя, море может туда войти. И как будто ты посмотришь, что-то там на дне, может быть, появилось. Так, если так, тогда какой же выход, если она никогда... Продолжать. Продолжать. Да, эгоизм, он бесконечен. Так же, как и альтруизм. И мы должны их правильно соединить. Мы не уничтожаем один за счет другого. Мы только должны их правильно соединить. Ненависть с любовью, да? Эгоизм с альтруизмом. Да, да. Только поднять одно над другим. Не ненависть над любовью, а любовь над ненавистью. Это называется аль кольпшаим тиха се ава. Все страдания покроет любовь. Да. И без ненависти, страданий она не будет ощущаться. Понятно. Так что мы должны ее беречь, хранить. Ненависть. Ненависть, да. Вот здесь добавить еще чуть-чуть, и здесь чуть-чуть. Вот такой ненависти нам здесь не хватает. Такой. Ох, как хорошо. Теперь я понимаю, насколько я могу любить. Потому что проявилась еще какая-то ненависть. И у меня есть возможность больше любить. Да. Да. Это игра. Ну, такая ненажезенна смерть, на самом деле, игра. Ну, я тебе скажу, в итоге нельзя сказать ничего об этом, пока мы это не начали реализовывать серьезно. А вот когда завершим, мы поймем, что это было правильно. И творец был прав, что именно так он создал мир. Оправдание полное, может быть, только в конце. Понятно. Тогда и будем абсолютными праведниками. Потому что оправдаем. От слова оправдать. Да. Потому что оправдаем. Праведник от слова оправдывающий. Оправдаем все действия Творца. Да.